Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Госдума не приняла проект закона о приватизации. Пропавшему Кусев дает пресс-конференцию. Народ КНДР оплакивает кончину своего вождя. Об этих и других событиях в выпуске на этот час. В результате жарких дебатов голосование в Госдуме по принятию правительственного закона проекта о приватизации было отложено. За правительственный вариант программы высказался 91 депутат при 186 против. При обсуждении программы образовалось три депутатских группировки. Первая, в которую вошли компартии, аграрники, ЛДПР и женщины России выступают категорически против принятия закона проекта. Выбор России и Союз 12 декабря заявили о необходимости принять законопроект. Центристская группировка одобрила законопроект в первом чтении, но при условии внесения ряда поправок. Пропавший был в Крыму журналист Владимир Мукусев прибыл в Москву и дал пресс-конференцию. На ней он сообщил об угрозе покушений на жизнь нового президента Украины Леонида Кучмы. Как следует из обнаруженных Мукусевым документов, террористический акт в случае избрания Кучмы президентом должны были совершить два киллера-кавказца, за что им было обещано по 150 тысяч долларов. Авторы таинственного документа, адресованного Леонида Кровчуку, предлагали не препятствовать убийцам, ввиду пророссийских симпатий Кучмы. Официальный Киев уже опроверг информацией Мукусева. Но так или иначе, новый президент Украины не мог не отметить хлопоты российского журналиста. Пакистан и Индия в очередной раз обменялись дипломатическими любезностями в виде взаимной высылки дипломатов. Дом дипломатам Индии было приписано покинуть Исламбабад в течение семи ближайших дней по обвинению в шпионаже. По аналогичному поводу объявлены персоной Нонграда два сотрудника пакистанского посольства в Дели. Более 17 миллионов человек из всего 22-х миллионного населения КНДР приняли участие в публичных траурных церемониях после кончины президента Северной Кореи Ким Ир Сена. Около 600 тысяч скорбящих корейцев ежедневно устремлялись к огромной статуе покойного лидера в Пхеньяне. Радио КНДР официально подтвердило сообщение о назначении сына великого лидера, главой Компартии, правительства и армии Северной Кореи. Министры иностранных дел Великобритании и Франции прибыли 13 июля в Сараево для того, чтобы попытаться убедить руководство сербов и мусульман подписать последнее международное предложение по достижению мира в Боснии. Предполагается, что до 19 июля представители обеих сторон должны дать ответ на план мирного урегулирования подготовленной контактной группы, в состав которого входят пять стран. Более половины всех экспериментов, проводящихся в лабораторном модуле стоимостью в один миллиард долларов, на борту американского космического корабля «Колумбия» посвящены изучению проблемы живой природы. Практически безостановочно семь астронавтов проводят научные опыты, касающиеся в частности и проблем размножения животных в космосе. Они внимательно следят за развитием новорожденных тритона и малька рыбки «Медаки». Сообщение службы банка. Сегодня по ориентировочным данным обмены операций с наличным долларом США начнутся по следующим курсам. Покупка 2024 рубля ожидается для крупных сумм в оптовом отделе банка МДМ на Октябрьской площади. 2022 рубля в агентстве СВС Первого профессионального банка на Люсиновской улице. Продажи 2027 рублей в обмена пункте банка «Колос» на земляном валу и 2030 рублей в обмена пункте «Ялос» банка на Большой Переяславской улице и финансовой компании «АЛМ» на Пятницкой улице. 38 редких гравюр Пикассо, Шагала, Матисса и других знаменитых художников похищены из помещения художественного фонда в Афинах. Кражу обнаружили только через сутки. Как выяснилось, помещение, где находились картины, не охранялось, и они стали легкой добычей любителей. Пропавшие гравюры представляют особую ценность, так как являются первыми отисками, сделанными самими художниками. А доски, с которых их печатали, больше не существует. И в заключении нашего выпуска о погоде. Сегодня в Москве небольшая облачность без осадков. Температура 23-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. На этом наш выпуск завершен. До встречи в 9.30. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова